народ всем привет в этом видео я хочу вам рассказать про наше новое хобби мальчики растут игрушки становятся дороже и вот мы купили себе телескоп вот такая вот игрушка на самом деле игрушка начального уровня но ее уже достаточно чтобы с радостью насладиться звездным небом планетами луной и солнцем это телескоп селестрон power seeker 80 и кью на экваториальной монтировки и к 1 и большим металлическим штативом сам телескоп установлен на экваториальную монтировку и к 1 это говорит о том что как вращается у нас ночью небосвод подкручивая один болт мы точно также сможем идти за объектом по небу ведь двигается он не просто вверх или вниз а дугой на экваториальной монтировки есть вот такой вот так называемый часовой механизм и подкручивая одну ручку телескоп будет постоянно следить за одним и тем же объектом еще продаются классные сервомашинки которые ставятся вместо ручки и они сами крутят данную штуку сам телескоп установлен на достаточно большой и удобный алюминиевый штатив сам по себе штатив достаточно легкий и он регулируемый по высоте можно поставить достаточно высоко либо наоборот упустить низко если вы хотите посидеть рядом с ним на табуретке на штативе есть вот такой вот специальный круглый столик эти отверстия вырезаны специально под окуляры фильтра ну и разнообразную периферию данный телескоп имеет апертуру 80 миллиметров то есть его главная линза 80 миллиметров диаметре и фокусное расстояние у него 900 миллиметров это кстати немало комплектуется он вот таким вот пластиковым на самом деле начального уровня искателем для начала этого достаточно сначала мы смотрим в этот искатель ищем нужный нам объект он сам тоже как небольшая подзорная труба и в дальнейшем уже смотрим непосредственно через телескоп как видите он стоит на регулировочных болтах то есть все это дело регулируется и калибруется вместе с телескопом а внутри у нас идет перекрестие и вот этим вот перекрестием мы наводясь на объект в дальнейшем смотрим уже на него в телескоп из коробки телескоп комплектуется всем самым необходимым это вот такой вот переходник угловой который выравнивает изображение и два окуляра один окуляр идет у нас 20 миллиметров с ним мы имеем увеличение в 45 крат и второй окуляр 4 миллиметра с таким окуляром мы уже имеем увеличение в двести двадцать пять крат представьте себе в дальнейшем я хочу себе купить дорогой окуляр с переменной величиной чтобы увеличивать изображение на ходу все регулируется вручную когда мы ставим нужный нам окуляр мы подкручиваем такую вот крутилку и тем самым фокусируем наш телескоп смотря на объект дальше он либо ближе нужно немножко постоянно подравнивать фокусное расстояние также в данном телескопе все на быстросъемниках абсолютно все детали можно быстро снимать и менять прямо на ходу откручиваем тоже вот такие вот крепежные болтики допустим вставляем линзу барло это один из аксессуаров к телескопу данная линза барло увеличивает изображение аж в два раза не вставляем уже в саму линзу непосредственно наш переходник с окуляром все эти вещи все аксессуары имеют стандартный разъем 125 дюйма есть пару прикольных фич если мы в линзу барло ставим сначала просто пустую трубку то ее увеличительная способность увеличивается это так называемая разгонная втулка если мы в эту линзу вставим втулку вот такой длины а здесь примерно 15 сантиметров то ее увеличительные характеристики с 2 крат увеличится до 4 или даже пяти крат ну и конечно же сами окуляры в данном переходнике тоже все на быстросъемниках вынимаем окуляр вставляем другой и зажимаем конечно же мы захотим производить фото и видеосъемку ведь надо показывать все это делать друзьям родным близким и для этого тоже продаются вот такие вот отдельные штуки как видите можно на телескоп даже повесить цифровой фотоаппарат для этого есть определенного рода переходнички тоже увеличительные втулки при помощи которых в дальнейшем все это будет видно лучше все это покупается отдельно поэтому встретить такие вещи в комплекте даже не планируете ну и как выясняется сам телескоп это далеко не все что нам понадобится для классного времяпрепровождения для наблюдения за нашими планетами звездами солнцем луной и так далее на самом деле к телескопу еще можно приобрести кучу разнообразных примочек которые только улучшают его качество и свойства а конкретно к телескопу нам потребуется вот такая вот линза барлоу например которая в два раза увеличивает картинку которую мы смотрим из дешевой пластиковой линзы барлоу абсолютно некачественный мы можем достать линзу и сделать из нее разгонную втулку ведь если мы его так вот вставим в линзу барлоу а уже после окуляр изображение будет еще больше приближено еще лучше если мы хотим посмотреть на солнце нам понадобится вот такой вот солнечный фильтр он ставится вместо бленды на телескоп практически не пропускает свет и можно посмотреть на солнце а то есть как известно на солнце в телескоп можно посмотреть без таких вещей дважды сначала левым глазом а потом правым лунный фильтр тоже вот такая вот темная стекляшка который ставится непосредственно на окуляр без лунного фильтра смотреть на телескоп очень сложно оказывается луна очень яркий объект и через 30 секунд уже начинает резать глаза фильтр для съемки который отрезает инфракрасный и ультрафиолетовый свет тогда картинка получается без разных всяких артефактов а если мы хотим подключить допустим цифровой фотоаппарат у меня зеркалка nikon через вот такой вот удлинитель и т-кольцо она подключается к телескопу либо если мы хотим подключить смартфон вот такая вот приблуда есть вешайте прямо на окуляр ну и конечно же не забываем про тряпочки чтобы протирать наши линзы телескопе если они загрязнятся про все эти аксессуары будет отдельное видео я обо всем подробно расскажу что и для чего вот такая вот классная игрушка ну и конечно же мы будем снимать разные объекты и выкладывать их в интернет будем показывать вам что мы смогли в него увидеть и для затравочки первое видео у нас здесь будет именно про луну приятного просмотра вот так вот видна луна в наш телескоп в данном случае к телескопу подключен фотоаппарат и снимает видео через все эти втулочки и переходники ну вот очень красиво не правда ли вот такой вот у нас новое хобби кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании ну а мы продолжаем выкладывать разные интересности всем пока